В летнее время альтернативой автомобилю для многих бешкихчан стал велосипед. На двухколес на многие нынче добирается до точки назначения и возвращается домой. Сайкал Султанкулова узнавала, насколько удобно передвигаться по городу на велосипеде. Крутить педали нынче в моде. Езда на работу на велосипеде в последнее время приобретает новую популярность. Помимо пользы для здоровья и физических упражнений, велосипед является и признаком хорошего тона. Езда на велосипеде укрепляет мышцы, увеличивает объем легких, снижает сердцебиение и сжигает калории. Поэтому на велосипедах нынче ездят не только спортсмены и иностранные туристы, но и солидные люди. Безусловный плюс в том, что очень хорошо себя чувствуешь. Каждое утро и каждый вечер физио-стимуляция организма идет. Вообще в целом подтянутый человек становлюсь. Меньше болеть стал, допустим, меньше проставать однозначно. Помимо всего прочего, велосипед – отличное средство передвижения. Экономично, экологично и практично. Неудивительно, что в последнее время спрос на двухколесные возрос. На велосипеде вы здоровье свое укрепляете, и плюс вам еще это дешевле обходится переехать с одной точки на другую точку. Поэтому люди, многие подумают, чтобы пересесть на велосипед. Поэтому их сейчас стали хорошо покупать, приобретать. Норберт Херберт живет в Бишкейке пять лет. Приехал в наш город из Германии и по-прежнему не представляет свою жизнь без своего верного друга велосипеда. В Германии каждый второй человек катается на велосипеде. Здесь специальной дороги для велосипеда нет, трудоуа для велосипеда нет, стоянки тоже нет. И, как говорится, Москва не сразу строилась. Постепенно в бишкекскую жизнь вливается велосипедная культура. Шаг за шагом велосипед входит в жизнь горожан. Сейчас я очень рад, что начали ставить стоянки около больших организаций, около международных организаций, около магазинов. То есть все больше и больше компаний именно из частного сектора и из международных организаций понимают, что это необходимость, что есть категория граждан, которым необходимы эти стоянки, и они их устанавливают. Семья 12-летнего Кубата Кубанчбекова, начиная от дедушки и бабушки, заразились велосипедной болезнью. Поэтому Кубат с детства ездит на нем. Но и охранять своего железного коня ему приходится ежесуточно. Когда я выходил, там какой-то мужчина пытался раскрыть мой велосипед. Я спросил, что вы делаете, а он без ответа убежал. Сейчас много таких случаев, потому что уже открылся сезон велосипедов. У моих друзей тоже пытались раскрыть и украсть велосипеды. Большое внимание здоровому образу жизни сегодня уделяют многие крупные компании Кыргызстана, в числе которых и наша телерадиокорпорация. Сегодня многие сотрудники КТРК предпочитают ездить на работу исключительно на велосипеде. С КТРК есть соглашение одним из ведущих магазинов, на основании которого именно для наших сотрудников КТРК выдаются велосипедные рассрочки. Потому что сегодня не каждый может себе позволить приобрести данный вид транспорта. Во многих странах мира велосипед – самое популярное средство передвижения. Первое место в 20-ке лучших стран мира по количеству велосипедов занимает Амстердам. Если все пойдет такими темпами, скоро и Бишкек догонит европейскую столицу.